Казачьи традиции живут и получают свое продолжение в молодежной среде. Особое значение в казачестве всегда придавали службе в рядах вооруженных сил. Поэтому и подготовка до призывной молодежи должна быть на высоком уровне. Оценить степень готовности парней помогла Спартакиада. Подробности в материале Андрея Вишневского. Прекрасное место на берегу красавицы Кубани у хутора Прикубанского в этот день было занято казачьей молодежью Славянского и Красноармейского районов. Крепкие ребята из Черноярковской, Прорвинского, Петровской, Прикубанского, Сербина, Славянска-на-Кубани, Протокского поселения, а также из казачьих обществ Трудобеликовского и Горкушин-Кордон от Красноармейского района прибыли сюда, чтобы посоревноваться в силе и ловкости. На сегодняшнем мероприятии у нас присутствуют, как уже традиционные виды спортивные, это вот метание гранаты, метание ножей. Так и в этом году мы сделали впервые для новый вид соревнований, это рубка шашкой. Вот эта спартакиадная новинка как раз и вызвала самый большой интерес у ребят. Для получения высокой оценки нужно было стремительным ударом отсечь горлышко пластиковой бутылки, наполненной водой, причем желательно, чтобы сама бутылка устояла на подставке. Затем хорошо было нанести еще один удар. Также парни соревновались в нанесении проколов бутылки. Артем Матвиченко из хутора Прорвинского, который хорошо кидает в цель ножи и шашкой владеет отменно. Он стал лидером в этом состязании. У нас хороший атаман, чуть. Михаил Анатольевич у нас неоднократно готовил к этому. Мы занимаемся, каждую неделю готовимся, кидаем ножи, стреляем там с пневматического оружия. Занимаемся, готовимся к этому. И я благодарен, что попал сюда. И наши соседи из Красноармейского района были рады принять участие в спартакиаде. Алексей Денисов из команды хуторского казачьего общества «Горкушин-Кордон» отлично выполняет фланкировку казачьей шашкой. Интересные нам придумали занятия для развлечения, чтобы побеждать. Показывать свои умения, навыки. Ну а так мне все нравится. Славянские и Красноармейские районы связывают давние добрососедства и дружба. И такая спартакиада делает эту дружбу еще более крепкой. Мы воспитываем детей, мы готовим их к военной службе. И для того, чтобы научить их, и самим нам, взрослым, у хороших казаков тоже есть чему поучиться. И на фланкировке, и в метании ножа, и силу свою, чтобы ребята показали. Ну а погоду, конечно, Господь дал. Вначале, перед соревнованиями прошел молебен. Священник Акропилов всех водой святой. Мы приучаем детей соблюдать наши казачьи традиции. Помимо обязательной программы, куда входили стрельба, подтягивания на перекладине, метание гири, гранаты, ножа, была еще и развлекательная. В ней были стрельба из лука, перетягивание каната. Всех участников накормили вкусным обедом, приготовленным на костре. Самое главное, парни пообщались, нашли новых друзей и сделали еще один шаг вперед в освоении традиционного воинского искусства. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ваши, «События».